Продолжение следует... Бейте первым. 3. Если разговаривать пришлось, держите дистанцию. Вытянутая рука. В противном случае среагировать на укол ножом достаточно сложно. 4. Следите за руками противника. В ситуациях, когда рука заводится за спину, под одежду руки скрещиваются в запястьях, противник наклоняется вправо или влево. 5. Немедленно атакуйте, либо делайте шаг назад, если вы будете стоять на месте. Вас зарежут как барана, потому что вы просто не увидите ножа, а если увидите, то не сможете среагировать на удар. 5. Если вы будете находиться в состоянии гнева, это то же самое, что вы будете пьяным. В этом состоянии, как показывает практика, у бойца притупляется чувство опасности. Даже если он видит нож, он реагирует на ситуацию неадекватно, либо никак не реагирует. 6. Когда вы находитесь в этом состоянии, вас может зарезать даже 13-летний ребенок. 6. Пока он дышит, не поворачивайтесь к нему спиной, если противник не выключен, он опасен. 7. После инцидента сразу же уходите с места боя. Нельзя также собираться группой в ближайших окрестностях. Выходите из квадрата возможного оцепления. Помните, противник всегда готов нанести ответный удар. 8. Старайтесь одеваться неприметно, сливайтесь с толпой. Через 3 секунды после боя вы должны затеряться среди проходящих людей. 9. Отрабатывая врага, оставляйте по возможности несколько человек для прикрытия. Противник может быть не один. Удар ножом может нанести вам в спину абсолютно посторонний человек. 10. Всегда будьте вежливы и приветливы. Агрессия должна появляться только в фазе удара. А ваша внешность и жестикуляция должны располагать к себе вероятного противника и вызывать положительные чувства со стороны прохожих и милиции. 11. Останавливая убегающего преступника. Старайтесь либо отключить его ЦНС, центральную нервную систему, либо захватывать руки при перехватывании частей или элементов одежды, либо попытках зацепиться за ногу. Вы рискуете получить удар ножом. 12. Всегда носите с собой нож с разрешением, хозяйственный, шкуросъемный. В случае угрозы вашей жизни бейте первым, не раздумывая. Ваша жизнь и здоровье дороже любых денег. Для получения навыков работы с холодным оружием при первой возможности записывайтесь в школу ножевого боя. 13. Никогда не поворачивайтесь к противнику спиной и не бегите от него, ибо на спине глаз нет, и вы никогда не увидите действия противника, что увеличивает его шансы на победу. 99% случаев он струхнет и скроется. 14. Никогда не ослабляйте удар, бейте сильно, до конца. 15. Не бойтесь убить. У вас есть право на сие действия, ибо перед вами не человек, а враг. 16. Носите с собой несколько ножей. Не всегда есть возможность достать нож оттуда, куда вы его сунули, поэтому надо носить ножи на поясе, на груди, небольшую спайдерку, например. Во внешнем кармане сумки под пиджаком. 17. Следите за своим оружием. Оно всегда должно быть чисто исправно и заточено, то есть, в полной боевой готовности. 18. Всегда будьте готовы расстаться с ножом. После того, как нож опробует чью-то кровь, лучше всего от него избавиться. 19. Покупая нож, выбирайте такой, чтобы ножны были как можно удобнее. Для моментального извлечения ножа в нужный момент, дополнение к пункту 16. Никогда нельзя думать о том, что грозит за убийство. От страха перед тюрьмой опускаются руки. А этого допускать нельзя, если кого-то поймают и обвинят в преступлении. То 1. Есть шанс для дальнейшей борьбы. 2. Идет пиар правого дела. Как бы цинично это ни звучало, что очень полезно. 3. В тюрьме больше шансов выжить, чем восстать из мертвых в морге. 3. В тюрьме больше шансов. 4. Болевые точки и приемы поражения противника в рукопашной схватке. А вот что пишется об уязвимых зонах в боевом наставлении. Зеленых беретов. Уязвимые места тела человека это те части тела, которые наиболее чувствительны к ударам. Умение их поражать. Агрессивность и уверенность в ваших действиях обеспечат победу в рукопашном бою. Части тела. Тело делится на три основные части. Голова и шея. Туловище. Конечности. К наиболее уязвимым местам относятся уши. Висок. Глаза. Нос. Верхняя губа. Подбородок. Коды. Основание. Глотки. Затылок. Ключица. Подмышки. Солнечное сплетение. Живот. Промежность. Ложное ребро. Почки. Позвоночный столб. Пальцы. Запястье. Локоть. Плечо. Колено. Лодыжка. Подъем ноги. Предостережение. Чтобы вывести человека из строя или убить его. Требуется совершенно незначительный нажим или удар по уязвимому месту. Помните об этом на тренировках, где в роли противника выступает ваше товарищи. Нанесение удара в голову или шею противника. Сложите пальцы рук так, чтобы они приняли чашевидную форму. И с силой ударьте ими по ушам противника. Это опасный прием. Могут лопнуть барабанные перепонки. Возможен нервный шок или внутреннее кровоизлияние. Удар в висок. Удар, нанесенный ребром ладони или подушкой кулака по виску, вызывает немедленную смерть или сотрясение мозга. В этой части головы черепная кость очень тонкая и кроме того, большой нерв и артерия близко расположены от кожного покрова. Ударить по виску можно и согнутым локтям. Если же вам удастся сбить противника с ног, нанесите ему удар в висок носком ботинка. Удар по глазам. Есть несколько приемов нанесения удара по глазам. Вот один из них. Расположите средние указательные пальцы буквы Y с силой ударь теми по глазам противника. В момент удара пальцы и запястья держите выпрямленными. Удар по глазам можно также нанести вторыми суставами двух смежных пальцев. Удар по носу. Удар по носу наносится ребром ладоней. По переносице резким ударом вы раздробите хрящ. Переносице, осколки которого могут проникнуть в головной мозг и вызвать моментальную смерть. Удар можно нанести также наружной частью плотно сжатого кулака и основанием ладони. Удар по верхней губе. Верхняя губа – наиболее уязвимая часть тела. В этом месте носовой хрящ состоится с черепной костью, а нервы проходят недалеко от кожного покрова. Удар наносится ребром ладоней под небольшим углом вверх. Сильный удар вызывает сотрясение мозга. Слабый, сильную боль. Удар по подбородку. Наибольшая эффективность достигается при ударе основанием ладоней. Вы можете сломать себе руку, если будете бить по подбородку кулаком. Удар по кадыку. Удар по кадыку наносится ребром ладони. Сильный удар разрывает дыхательное горло и вызывает смерть. Удар слабее приводит к удушью. Вы можете сжать, а затем вырвать дыхательное горло пальцами, что также приводит к максимальной эффективности. Кроме того, удар по кадыку можно нанести кулаком, носком, ботинкой или коленом. В зависимости от положения противника, удар по основанию глотки. Удар, нанесенный одним или двумя вытянутыми пальцами по ямке основания глотки, может быстро вывести противника из строя. Прием очень болевой, как правило, он вызывает сильный кашель в душе. Удар достигает максимальной эффективности при нарушении кожного покрова и тканей тела. В этом месте астериск удар по шее левой правой стороне. Ее астериск ударом, нанесенным ребром ладони по шее. Вы можете привести противника к потере сознания. Удар наносится ниже и чуть впереди уха, двумя способами, слева ладонью вниз или фронтально с плеча ладонью вверх. Удар мало опасен для жизни и приводит к потере сознания лишь когда он приходится по еремной вине, сонной артерии или блуждающему нерву. Удар по затылку. Удар ребром ладони по затылку. Кроличий удар может вызвать моментальную смерть или привести к смещению шейных позвонков. Если противник окажется слабым соперником, плохо владеющим приемами рукопашного боя, вы можете нанести ему удар по затылку наружным ребром кулака, если же вам удастся сбить противника с ног. Нанесите ему удар по затылку носком, ботинка, каблуком или ребром ладони. Удар по ключице. Сильным ударом ребром ладони по ключице вы можете перебить ее и противник опустится на колени. Если он ниже вас ростом ударить можно согнутым локтем, такой удар будет эффективней, чем ребром ладони. Удар по солнечному сплетению. Солнечное сплетение находится ниже грудной клетки. Как раз под грудной костью удар наносится застренным кулаком, что эффективнее удары ребром ладони. Удар вызывает сильную боль и заставляет противника наклониться вперед или опуститься на колени. Очень резкий удар в солнечное сплетение может привести к смерти. Удар в подмышку. В этом месте большой нерв расположен близко к кожному покрову и удар, нанесенный сюда, вызывает сильную боль и временно параллельно. Если вам удастся сбить его с ног, ударьте в подмышку носком ботинка. Удар в живот. Ударом кулака в живот противника вы полностью обессилите его, если он после этого наклонится вперед, нанесенный сюда. Удар коленом в лицо или ребром ладони по затылку. Однако удар суставами пальцев в живот эффективнее удары локтем. Не менее эффективен удар носком ботинка в живот. Удар в промежность. В рукопашном бою всегда помните, что самое удобное место для ударов. Промежность противника ударить можно коленом, кулаком, ребром ладони или носком ботинка. Можно просто с силой захватить промежность рукой и рвануть на себя и в сторону. Удар, нанесенный в промежность, выводит противника из строя. Удар по почкам. В этом месте большой нерв, ответвление от позвоночного столба, близко выходит к кожному покрову. Удар по почкам вызывает нервный шок и даже смерть, если жертвы немедленно не окажут медицинскую помощь. Удар наносится ребром ладони, вторыми суставами пальцев рук, ребром кулака, коленом или носком ботинка. Удар по ложному ребру. Удар по ложному ребру наносится как спереди, так и сзади. Но будет эффективней, если вы нанесете его с правого бока противника. Бьют ребром ладони, ребром кулака, вторыми суставами пальцев руки, каблуком, носком или коленом. Удар по позвоночному столбу. Удар в эту часть туловища парализует или приводит к смертельному исходу. Сильным ударом вы можете сместить позвонки столба. Бьют на 3 до 4 дюйма выше поясницы. Здесь позвоночный столб наиболее уязвим коленом, локтем или ботинком. Если вам удастся сбить противника с ног, поражение пальцев рук. Чтобы освободиться от захвата сзади, руки противника находятся у вас под мышками. Крепко жажмите пальцами пальцы одной его руки, а другой рукой захватите запястье этой руки. Энергично нажимая на запястье с одновременным отводом его пальцев назад, вы освободитесь от захвата и выверните пальцы противника. Это вывод из строя запястья. Резким отводом запястья в любую сторону вы причините противнику сильную боль. Для этого расположите большие пальцы ваших рук на тыльной стороне ладони противника и отведите ее под прямым углом предплечью. В таком положении противник беспомощен поражение локтевого сустава. Локтевой сустав слабое место и если произвести на него сильное воздействие, вы можете вывихнуть его. Сделайте захват запястье или предплечье противника. Нанесите резкий удар основанием ладони, ребром ладони или коленом по локтевому суставу и резко отведите запястье предплечье назад. Вывих плеча сбейте противника с ног. Сделайте упор коленом в его плечо и выворачивайте его руки назад, вы вывихнете ему плечо. В этом положении можете использовать удар по спинному хребту, приводящий, как правило, к смертельному исходу. Удар в колено Удар наносится по колену, боковой части колена или коленной чашечки ребром ботинка. Этим приемом вы лишите противника способности двигаться. Повредив ему связки коленного сустава и раздробив хрящи, при нападении сзади удар наносится носком ботинка по коленному изгибу, что также выводит противника из строя. Поражается нервная система. Удар по лодыжке Нанесите удар наружным ребром ботинка перпендикулярно внешней части лодыжки. Никогда не используйте при ударе по лодыжке носок ботинка, который может соскользнуть и не причинить какого-либо вреда противнику. Удар по подъему ноги При столкновении с противником лицом к лицу используйте удар ребром ботинка левой ноги по подъему левой ноги противника или наоборот. Этим вы раздробите малые кости подъема ноги и одновременно предохраните от удара свою промежность. Астериск Поражение уязвимых мест оружием, которым вы располагаете в данный момент. Астериск Помните Даже когда у вас нет табельного оружия, вы в состоянии поразить противника любым предметом, который окажется у вас под руками. Рукоятка штыка Расположите ее в руке так, чтобы основание рукоятки несколько выступало из руки. В данном случае вы располагаете тупым оружием, которое особенно удобно при нанесении ударов по голове. Самодельная дубинка Наполните сырым песком обыкновенный носок или поместите в него брусок мыла. Завяжите по верхней кромке песка бруска мыла и вы получите неплохое средство борьбы. Удар такой дубинкой, как правило, наносится по затылку. Тупые предметы ударом, нанесенным тупым предметом по спинному хребту. Между лопаток вы можете бесшумно ликвидировать противника. Используйте для этой цели обух топора, приклад винтовки и другие предметы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok